Вечно можно смотреть на то, как течет вода, как горит огонь и на счастливого человека. Когда человек счастлив, это сразу бросается в глаза, и рядом с ним тоже невольно хочется улыбаться. А о том, что нужно сделать, чтобы рядом с вами люди тоже улыбались, расскажем прямо сейчас. Тройное спасибо. Умение благодарить – отличительная черта счастливых людей. Возьмите в привычку каждый день трижды искренне говорить «спасибо» друзьям, членам семьи, приятным событиям или хорошей погоде. Всего несколько минут проведенных благодарностей напомнят о хорошем, поднимут настроение и научат ценить незаметные на первый взгляд приятные моменты. Мыслям тоже надо отдыхать. На каждом смартфоне есть функция таймера или будильника. Отсчитайте на нем 10 минут, отключите звук, сядьте в тихое место, где вас никто не потревожит. Постарайтесь ни о чем не думать. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Просветление, может быть, и не придет, но чувство легкости и спокойствия вполне. Откажитесь от смартфона. Например, откажитесь от 5-минутного утреннего пролистывания ленты новостей. Это не самое лучшее начало дня. Посвятите это время чему-то более полезному и приятному. Составьте список дел, поиграйте с домашним питомцем, почитайте книгу или просто позвольте себе понежиться в кровати лишних 10 минут. В здоровом теле занятия спортом заряжают энергией, улучшают качество сна, повышают работоспособность и настроение. Открываем дневники, пишем домашние задания. Заведите дневник. Эта практика займет не более 10 минут в день. Пусть это будет первое, что приходит вам в голову без раздумываний и редактирования. Опишите, что вам снилось, что тревожит, о чем мечтаете, какие ситуации заставляют переживать, что радует и волнует. Такая своеобразная медитация позволит очистить ум от досаждающих мыслей и расширит возможности для творчества. Ожидание праздника лучше самого праздника. Лучший способ проснуться с легкостью и хорошим настроением – запланировать что-то приятное с вечера. Это может быть уход за цветами, приготовление нового блюда, встреча с другом или чтение любимой книги, которая давно ждала своего часа. Фото на память. Чем вам запомнился прошедший день? Что в нем было особенного? Возьмите привычку фиксировать на камеру или в дневнике один самый красивый и впечатляющий момент в день. По пути на работу или с работы, в магазин, в сад за ребенком, уже через месяц у вас соберется потрясающий альбом, созданный из ярких моментов, которые отвлекли от будничных мыслей и помогли разглядеть прекрасное. Потанцуем? Этот способ борьбы с хандрой может показаться до наивности простым. Но от этого он не менее действенный. Танцевать на улице или на работе решится не каждый. Но дома под любимую музыку – это прекрасная возможность лишний раз улыбнуться, отвлечься и зарядиться отличным настроением.